Русский Мерседес, легенда советского автопрома, символ доступного престижа в СССР вплоть до начала 90-х годов. Народный автомобиль ВАЗ-2107 или Лада-7 в России снимается с производства в связи с резким падением продаж. На самом деле привлекательна в этой машине цена. Особенно, что покупал подержанную, она гораздо дешевле в порядке даже подержанной иномарки. В состоянии она была в отличном, в которой за такие деньги иномарку, понятное дело, не приобрести. Выпуск Лады-2107 будет продолжен на сборочном заводе в Египте. Ну а у себя на родине автомобиль, символизирующий собой целую эпоху, непременно станет гордостью коллекционеров. Все иномарки, ну они одинаковые, ну посмотрите вы на них, ну все одинаковые, ну кроме совсем дорогих, ну безликая масса. А у меня машина яркая, ее видно и на парковке видно, и в толпе просто машина ее видно. Концерн «АвтоВАЗ» принял решение сосредоточить свои мощности на производстве современных моделей Лады. Компания выходит на европейский рынок с новой бюджетной моделью «Лада Гранта». Спроектированная на платформе «Лада Калина» продается в России с декабря прошлого года и будет впервые показана европейцам на июньском автосалоне в Лейпциге.